Спасибо, Елена Викторовна. 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 Синдрома старческой астении состоит из двух этапов. Очень активно мы это обсуждали на недавней конференции Трикета. В первую очередь, скрининг старческой астении выполняется любым медицинским работником, который контактирует с пациентом старше 60 лет. То есть это может быть как терапевт, так и онколог, которому впервые пришел пациент пожилого возраста на прием. Для скрининга старческой астении можно использовать скрининговые тесты. В данном случае представлено два опросника. Это гериатрическая оценка G8. Она существует на русском языке, тоже в свободном доступе в интернете. И опросник возраст не помеха. По количеству набранных баллов или позитивных ответов принимается решение о том, что пациента необходимо направить на более углубленное гериатрическое обследование. И следующий этап – это проведение комплексной гериатрической оценки, которая выполняется врачом-гериатром, медицинской сестрой и другими участниками мультидисциплинарной команды. В отличие от стандартных методов оценки функционального состояния больных злокачественными новообразованиями, таких как шкала ЭКОК и индекс Корновского, комплексная гериатрическая оценка включает в себя всеобъемлющую и междисциплинарную оценку состояния физического, психического здоровья, социальных отношений и удовлетворенности к качествам жизни. Данное обследование может помочь нам выявить неизвестные ранее гериатрические синдромы, прогнозировать тяжелую токсичность в процессе лечения. И это может привести к изменению стратегии лечения у 20-49% пациентов. На данном слайде представлены шкалы, которые могут использоваться в рамках комплексной гериатрической оценки. Всего их более 20. Набор шкал и тестов может меняться в зависимости от места проведения гериатрической оценки и состояния пациента. И найти их можно на сайте Росменздрав в клинических рекомендациях, клинические тесты в гериатрии. В нашем центре был разработан способ оценки функционального состояния больных злокачественными новообразованиями пожилого и старческого возраста для выбора тактики лечения. Само по себе комплексное гериатрическое обследование занимает достаточно большое количество времени, требует участия многих специалистов. Данный опросник учитывает все необходимые критерии для оценки функционального состояния больных пожилого и старческого возраста. И по количеству набранных баллов можно принять решение об исходной редукции доз препаратов. Получен патент Российской Федерации. Этот опросник также находится в свободном доступе в интернете. По результатам комплексной гериатрической оценки в связи с выявленными гериатрическими синдромами необходимо проведение сопроводительной терапии. Это может быть нутритивная поддержка и коррекция питьевого режима, лечение болевого синдрома, исключение из-за социальной изоляции, индивидуальные групповые занятия с клиническим психологом, лечебная физкультура, магнитотерапия, магнито-лазерная терапия, бостерапия для лечения недержания органов мочеполовой системы и другие методы. Рассмотрим же особенности лечения больных раком молочной железы пожилого и старческого возраста. Как я уже говорила, в большинстве случаев это гормон позитивной опухоли. Однако, прежде чем рекомендовать гормональную терапию пожилым пациентам, необходимо оценить преимущества гормональной терапии с потенциальным вред и риском конкурирующих заболеваний и смертности. Побочные эффекты могут стать важной причиной отказа пациентов от лечения. Например, тамоксифен увеличивает риск таких редких нежелательных явлений, как появление развития рака тела матки и тромбоэмболические осложнения. А ингибиторы ароматаза увеличивают частоту развития ортологии, переломов, урогенитальной инфекции и ишемической болезни сердца. Потеря костной массы и переломы представляют собой особый интерес у больных пожилого и старческого возраста с остеопенией и остеопорозом. Поэтому пациентам, которые получают ингибиторы ароматаза, рекомендуется заниматься спортом и принимать препараты кальция и витамины D3, ежегодно выполнять денситометрию и при необходимости получать профилактические бисфосфонаты и деносумаб. Фулвистрант по сравнению с другими гормональными препаратами обладает меньшим профилем токсичности, поэтому он у больных пожилого и старческого возраста является более безопасным препаратом. На сегодняшний день не существует каких-то обширных клинических исследований, которые бы нам говорили о безопасности и эффективности больных применения ингибиторов циклинозависимых кеназ у больных пожилого и старческого возраста, однако в данных исследованиях присутствовали пациенты данной группы, и это может пролить свет на безопасность и эффективность данной группы препаратов у этих пациентов. При назначении определенного ингибитора циклинозависимых кеназ важно учитывать требования обязательного мониторинга и сопутствующие заболевания или состояния. Это сердечно-сосудистые заболевания, нарушение функций печени, патологии желудочно-кишечного тракта, риск тромбоэмболических осложнений и риск межрекастных взаимодействий, о которых я уже сегодня говорила. В исследовании Монализа было показано, что более длительная выживаемость без прогрессирования была получена у больных, которые получали комбинацию рибоциклиба с элитрозолом в возрасте старше 65 лет, и общий профиль токсичности у пациентов старше 65 лет не отличался от больных более молодого возраста. В другом исследовании комбинация рибоциклиба с фолуэстрантом также показала более лучшие показатели выживаемости без прогрессирования как у пациентов с висцеральными метастазами, так и без висцеральных метастазов. В программе Монализа для пациентов в возрасте от 75 лет рибоциклиб снижал риск прогрессирования или смерти на 46%. При этом для пациентов до 65 лет и в возрасте от 65 до 74 лет показатель снижения риска составлял 44-45%. То есть межгрупповой анализ по возрастам не выявил значимой разницы выживаемости без прогрессирования при увеличении возраста. При анализе общей выживаемости рибоциклиб также показал улучшение показателей на 25% у больных старше 75 лет. Объединенный анализ исследования ПАЛОМНА также демонстрирует нам, что у больных в возрасте старше 75 лет мы имеем такой же результат выживаемости без прогрессирования, как у больных более молодого возраста. Однако частота нежелательных явлений при применении ПАЛБЦиклиба возрастает с возрастом. Но следует отметить, что частота фибрильной нетрепени была крайне низкой во всех группах и редукция доз препаратов не требовалась. Схожие результаты нам демонстрирует исследование Монарха, в котором также показано, что абимоциклиб в комбинации с ингибиторами ароматаза и фулвестрантом приводит к улучшению выживаемости без прогрессирования. Стоит отметить, что абимоциклиб является наиболее лучшим препаратом в отношении профиля токсичности по сравнению с другими препаратами этой группы. Также еще одной из опций лечения гормонозависимых опухолей молочной железы у нас является применение ПИК-3СА ингибиторов. В исследовании СОЛАР не было обнаружено различий по выживаемости без прогрессирования у пациентов старше и младше 65 лет. Добавление алпелисиба увеличивает выживаемость без прогрессирования в два раза у больных в пожилом и старческом возрасте. Также в отношении токсичности у пациентов старше 65 лет наблюдалась более высокая частота гипергликемии 3-4 степени, чем у молодых пациентов. Однако это тоже не требовало какой-то дополнительной редукции дозы. Для лечения БРК-позитивных опухолей исследования Олимпиада и Эмбранса продемонстрировали улучшение выживаемости без прогрессирования у больных пожилого и старческого возраста. Однако стоит отметить, что достаточно небольшое количество пациентов пожилого и старческого возраста было в этих группах, менее 10, поэтому выводы для этой группы населения ограничены. Но стоит отметить, что по сравнению с химиотерапией, проведение таргетной терапии лопарибом или талазопарибом улучшает качество жизни больных пожилого и старческого возраста. Пертузумаб при лечении ХР2-позитивного рака молочной железы также улучшает медиану выживаемости без прогрессирования в 2 раза по сравнению с пациентами, которые не получают двойную анти-ХР2-блокаду. При планировании химиотерапии следует отдавать предпочтение монохимиотерапии в еженедельных режимах или проведению таблетированной терапии. Целесообразно назначаются токсические препараты с благоприятным профилем безопасности, такие как токсаны, липосомальный доксорубицин, гемцитабин, капицитабин или венерельбин. Рак молочной железы у мужчин тоже встречается чаще в пожилом и старческом возрасте, и рекомендации по лечению данной группы населения не отличаются от больных опухолями молочной железы женского пола. Таким образом, сам по себе биологический возраст не должен оказывать влияние на тактику ведения онкологических больных. Комплексная гериатрическая оценка помогает прогнозировать риск возможных осложнений. Следует учитывать влияние токсичности лечения на качество жизни и функциональность пациента. Важно проводить сопроводительную терапию, нутритивную поддержку, лечебную физкультуру, коррекцию питьевого режима лечения сопутствующих заболеваний и участие в мультидисциплинарной команды. Ингибиторы циклин-зависимых киназ являются безопасными и эффективными препаратами для лечения гормонопозитивного рака молочной железы у больных пожилого и старческого возраста. Также у этой группы населения возможно применение таргетных препаратов алпелисиба и возможно рассмотреть назначение парп-ингибиторов. При наличии показаний рекомендовано рассмотреть вопросы назначения монохимиотерапии в еженедельном режиме. И при оптимальной стратегии лечения больные пожилого и старческого возраста могут настигнуть таких же результатов лечения, как и пациентов более молодого возраста. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...